Друзья, всем привет! Вы на канале Спорт24 и у нас пока небольшое затишье вокруг главного конфликта прошедшей недели. Вы точно знаете, как ровно неделю назад Адам Яндиев поочередно совершил два нападения. Сначала на друга Сергея Харитонова Руслана Абдо, а затем и на самого Сергея Харитонова. На протяжении последних восьми дней вы могли уже не один раз ознакомиться с версиями всех сторон этого неожиданного противостояния. Последний раз по теме можно было услышать и увидеть Адама Яндиева на канале Геннадия Голицына. Там он опровергал то, что чуть раньше опровергал Сергея, но по ходу интервью дважды перешел на максимально странные обращения, которые звучат очень угрожающе. Вот так, например, он говорил в самом начале. У нас дома очень большой сбор людей, тейпы разные приходят, я очень прошу, чтобы ты не продолжал эти видео, этот пиар свой интернетный, чтобы тебя Алла Пугачева заметила где-то. Чтоб ты остановился, Сергей, я прошу, потому что завтра эти люди уже очень агрессивно настроенные, потому что говорят то, что он озвучивает, это очень большая грязь. А вот так посчитал нужным закончить интервью. А тебе, Сергей, надо одуматься и хотя бы полечить немного свою голову и замолчать уже наконец. Ты уже очень далеко зашел. Завтра может что-то нехорошее с тобой произойти и потом, чтобы меня не обвиняли, что я где-то виноват, что я где-то был причастен к этому. Прошу, если есть адекватные люди рядом с Сергеем, чтобы ему это объяснили и донесли. Как Харитонов воспринял эти слова и какой поворот в этой истории ждет нас на следующей неделе, спрашиваем у Сергея. Ну а перед этим хотелось бы быстро напомнить, что в нашем мире бьют друг друга не только тогда, когда этого не ожидают. Чаще все происходит в рамках спорта и без угла. Давайте послушаем Сергея. Да, я вам скажу просто, посмотрите сейчас все, что происходит. Какой беспредел у нас происходит в Российской Федерации. Если бы он где-то это сказал, где-то там в другой стране или где-то, это бы расстанялось. У нас в России кому-то можно, кому-то нельзя. Этого допускать нельзя. Я ни в коем случае ничего не боюсь, каких-то угроз и так далее. Но вот этот показательный очень инцидент, вот это показательный... Сейчас, секунду, девушка. Подожди, секунду. Сейчас я... Этот показательный инцидент, он... Ну, я никого не обвиняю, повторяю. Я просто... Это случай показательный, как в нашей стране, что в нашей стране происходит. И я думаю, что должны задуматься о том, тренера, спортсмены, о том, чтобы учить своих учеников, чтобы ни в коем случае, повторяю самое главное, не распускали руки на улице, а тренировались в зале спортивном, показывали свои силы на ринге, потому что наши руки – это наше оружие у спортсменов. И мы имеем право ими пользоваться только в крайнем случае. При защите своей жизни, или же защите жизни окружающих, когда дело дошло до определенной какой-то ситуации, да, либо мы должны показывать свою силу в ринге, в клетке, вот и все. Сергей, а ваш адвокат в беседе с журналистами сказал, что все эти высказывания, которые были сказаны в беседе со СМИ, и вами, и Адаму, могут быть использованы в суде. И вот в случае с этим высказыванием Адамы и Дио, вы будете как-то это использовать, стараться против него? Все будет известно. Я думаю, что будет в ближайшее время много интересного. На понедельник подождите, и будет много интересного. Имейте в виду, еще какие-то заявления будут новые? Я не буду ничего говорить. В понедельник все будет известно. Последний вопрос, Сергей, как сейчас ваше самочувствие? Ну, как самочувствие? Лечусь, лечусь потихонечку. А по поводу операции уже что-то известно? Вы говорили, что нужно время вырвать? Ну, мне поправили немножко нос, нос поправили чуть. Более глубинную операцию, это вот надо мне решать, а если я буду делать, то не в России. Что ж, ждем начало следующей недели. Все свежие новости обязательно появятся на этом канале, поэтому подписывайтесь и счастливо!